Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Заметки Отшельника. Сегодня я хочу рассказать о своей деревне, как она возрождалась, привести некоторые исторические моменты. Итак, приступаем. Мы находимся на северной окраине деревни. Вот вы видите вдалеке поле. Оно сейчас зарастает постепенно. Раньше оно обрабатывалось, здесь были огороды. На месте вот этого дома порядка пяти лет назад стоял деревенский дом, ну вот похожий на этот. Архитектура тех лет в основном была одинаковая. Дома были длинные. Сначала дом, дальше сени, дальше какие-то еще хозпостройки. Ну и длина была порядка 12 метров и больше. Такой же дом и я тоже приобрел. В деревне всего 11 домов на данный момент. В далеком 1905 году здесь жило 77 жителей. Сейчас постоянный житель это я один с супругой. А остальные в основном дачники. Вот видите железная бочка. Также житель районного центра ее переоборудовал и использует как дачу. Используется редко. Он уже не молодой, поэтому приезжает в основном покосить траву и чуть-чуть навести порядок. В этом доме летом ежедневно бывает хозяин. Он здесь разводит пчел, увлекается рыбалкой. Также содержит небольшой огородик. Тоже приезжает, ухаживает за своей усадьбой. Также еще одна дача используется в основном в летний период. Есть тепличка. Ухоженная территория обустроена. Когда я покупал дом, она была. На этом месте когда-то тоже стоял дом. Следов его и незаметно. Вот мой дом. Как он выглядел, вы увидите на фотографии. Я его покупал в 2010 году. Приехал смотреть этот дом. Во-первых, было тяжело добраться. Дороги никакой не было. Все было заросшее кустами, деревьями. На участке практически был лес. Ну вот за эти годы территорию привел более-менее в порядок. На берегу, видите, моя баня. На самом берегу озера. В этом доме, на этом месте, вернее, на месте моего дома, до войны стоял деревянный дом. И в нем жил дед Владимир с женой и две дочери. В 1918 году жена и дочка одна умерла, одна выжила. И сам дед Владимир выжил. Но все равно судьба жестоко с ним обошлась. В 1943 году, в военное время, он был убит непонятно кем. И дом сожжен. На его месте был построен дом, который я купил. Вы видели на фотографии. Ну и потом уже я его снес и построил свой. На месте этого шикарного дома также был сад. Было много яблок. Сад был заброшенный. Никто не косил траву. По пояс был бурьян. Сейчас, видите, тоже похоже на обустроенные территории. Все истории и исторические моменты не рассказал местный житель Василий. Сам он историк по образованию. Деревня находится на восточной стороне озера Должо. Как я обнаружил это место, еще будучи летчиком, пролетая мимо, возвращаясь с полетного задания, мельком бросил взгляд на заброшенный, как мне показалось, хуторок. И потом решил в выходной день приехать, посмотреть, может быть, найти какое-то место для отдыха или для рыбалки. Место мне очень понравилось. Хотя я понял, что здесь придется серьезно потрудиться, чтобы привести все в порядок. Сейчас вы видите, у нас новая линия электропередач. Большинство домов оборудовано отоплением от электричества. На сегодняшний день это в Беларуси очень выгодный тариф, скажем так. Очень удобный. Включил я вот осенью обогрев и больше к нему не подхожу. Только в квартире регулирую датчик температуры. Вот этот домик, как дача, тоже появился. Один из первых. Вот здесь первоздавный, так скажем, берег. Никто его практически не чистил. Там отдельные сучья, только здесь тоже на этом месте. Отличная рыбалка, хорошо клюет окунь, плотва. Дальше деревня заканчивается. И здесь по берегу дремучий нетронутый лес.